всем привет мои дорогие друзья сегодня с вами как всегда дезертир и это снова assassin's creed 4 ну что продолжим с того же на чем закончили отдать кроты по ветру итак мы в запретной зоне я почему-то не могу нажать тап вот теперь могу отлично потому что видимо было сохранение и теперь у нас я так понимаю нету конкретной цели в связи с чем мы можем плавать и делать что угодно вот здесь есть какой-то черный остров на дисплеем туда так там идет вот так она как здесь бегать дерево ткань принципе можно было бы его атаковать но я этим заниматься не буду и не так интересно на данный момент а мне интересно что вот там зато пополнил пока характера человек за бортом вроде живой вот но вот это тоже есть желание напасть но придерживаться своего плана как пришел в туман окей плывем дальше пока ничего интересного подобрали этим бочонок рома что же мы здесь видим какой-то остров смотрим на территорию мы и так переместиться суда черный остров да почему бы нет насколько я понимаю это дополнительные острова которые должны были или будут открыться после покупки дилси но у меня они уже открыты как бы так что будем просто проходить в любом случае а чё нам еще делать как говорится пока будем просто бежать 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 до тех пор пока не загрузимся что-то кстати иногда последнее время стало долго грузиться но уж сложно сказать причина в чем именно выполняем а-ля маневры ну окей мне игра только что сообщил что я нажал слишком много единовременно одних и тех же клавиш побежать побежать в яркий яркий экран который заслоняет все на свете черный остров мы наконец-то подгрузились и найдите сокровища моргана ох ты ж ой сокровищ 3 все их надо найти у плюс эта зона закрытая насколько я понял для поиска да вон там солдата с ними надо как-то аккуратненько например вот так хотя можно и вырубить да они будут тебе за то что то я заметил заодно посмотрим что здесь есть ром нашли прыжок вернул там стандартно так чё на здесь вещи есть это эксклюзивный контент кстати написано я так понимаю что один из весельчаков вот там я в тебя нефта вколол человек прости вот этот колоть вот как то так не люблю вообще англичан я об этом уже много 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 раз говорил стараюсь здесь их убивать стоп стоп главное стоп нет чувак будь спокоен не парься вообще стоп стоп отеля да ладно ты мне говоришь чтобы я остановился все ребята вы скучны я даже в открытую сейчас пойду с ним наверно драться стоп 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 ой 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 бедняжка что такой злой стоп так надо убрать двух стражей на воротах как это сделать очень просто правильно просто зайти к ним с тылом вырубить одного вот так второго вот так все хорошо тебе не понадобится помощь а тебе тоже и так спускаемся вниз называется быстрая пробежка так украдите ключ еще склад можно очистить видите как все правдоподобно помимо сокровищ можно еще очистить их собственный склад если не возник не звонил ни один колокол за что я получил еще пятьсот рублей ну или рупий как вариант не нравится мне реалы звучат они как-то нереально так первое сокровище да ладно разве это сокровище придите главное в раздел читов не хочу не хочу читерить теперь тебя можно убить тебя ну и конечно мой друг тебя отлично еще там какой-то золотой сундук интересно что он дает красть и ограбить ридингтон капитана моргана или как-то я неправильно прочитал ладно разберемся впоследствии что же это был а пока будем пытаться забраться на самый верх чтобы изучить данную данную область так синхронизируемся мы видим мы опять же подобие английской колонии вокруг себя здесь что мы здесь еще можем вот здесь есть последний сундук также есть сундуки здесь здесь ну пройдем по карте вот так соберем все что есть в принципе в принципе я буду я думаю доволен этим ну что здесь в живых в принципе больше никого не осталось и можно спокойно страдать и можно спокойно страдать фигней хотя колокол на всех случаях можно конечно тоже срезать как например вот так все отлично как оказалось да то есть сокровища вон там я их просто не видел при этом я не знаю каким макаром я это сделал но мне не прозвонил ни один колокол они просто не сумели до них добраться да хватит по колоколу бегать сумасшедший вот просто не смогли до колокола добраться ни один из страшников и это хорошо наверно достаем последний паруса теперь доступны вот видите все мы собрали все что только можно молодцы круто и все такое ну а теперь можно возвращаться на корабль как бы не парясь по поводу того что мы здесь что-то сделали причем вот это можно брать я так понял постоянно улучшения доступны аж 8 улучшений которые мы можем сделать ну что ж это была быстрая прогулка на остров я думаю я на этом наверное не закончу скорее всего сейчас еще немножко покатаюсь а вот уже после скорее всего этой миссии которая будет чуть чуть позже уже закончу эту серию а 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 то есть ну да я понял а просто с корабля выйти в общем сколько у нас денег денег у нас 7000 на улучшение корабля именно улучшение ее корпуса у нас не хватит на бортовые орудия тоже не на что у нас пока не хватает корабли улучшать я буду чуть позже как только у нас на капитан на борте определенное количество выйти в море сейчас опять скорее всего придется бегать нет не пришлось моргана в общем мы нашли все паруса вам брамс или крути к ветру а теперь поплывем к основной нашей задаче а находится прям рядом основное задание да вот оно осадок чарльстона переместиться конечно и будем осаждать чарльстон вместе с черной бородой и я чувствую это задание может быть чуть-чуть долгим так у этих ничего да ладно просто плавать под пиратским флагом а а еще обидно на самом деле то что мне не удавалось пока еще найти еще место можно рыбку половить все все марселя поднять лисели спустить паруса о боннет наконец под своим флагом да мы с черной бородой расстались пора попытать счастья самому поздравляю да все к лучшему надеюсь мне будет о чем рассказать при встрече эдвард ваша дружба ценнейшие что я обрел на этих морях дороже золота и рома я благодарен за мужество что вы вселили в меня спасибо удачи вам во всем да я чувствую своеобразный зеленый пират получится все кто знает и слабые места корабля ну это мы знаем то что в них можно целиться бить стрелять уничтожать не уж то дома вас не любят не уж то жены и родня и друзья совсем не ждут вас как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе заложники в обмен на лекарства больше ничего и что шесть дней треклятой полной тишины я делаю вывод что вы изгой у него человек невидимка заложник лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам а кости на растопку клянусь и вот мой выбор убить вас либо взять к себе на службу человек невидимки ок нелегкое решение но колебаться я не стану здравствуй эдвард ты в своем уме друг весь чарльстон это видит в том и суть видит око да зуб не имет и где лекарство я послал отряд торговаться с губернатором прошла уже неделя нет ответа я разберусь дай мне день все таки люди призраки это прикольно какое-то движение солдаты да и они спешат пойдем за ними иначе нас может ждать неприятный сюрприз привести к ветру но у нас как бы корабль больше черная борода уже восемь дней держит заложников думаю кто-нибудь да приготовил лекарства но они тянут время еще способ не отдавать ищущий еще раз все будет четче я надеюсь какое-то движение солдаты да и они спешат пойдем за ними иначе нас может ждать неприятный сюрприз Так, тихонечку должны обходить. Да, здесь надо аккуратно ходить. Ставь паруса. Все. Убавь паруса. Паруса. Отдать гроты. Пол паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему. Убавить парус. Осторожней, берега. Просто так не пройдешь, капитан. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! Ну че. Будем вспоминать наши навыки стандартные. А именно, как бы, незаметные. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Тихо, тихо. Субтитры создавал DimaTorzok. Случайно, звон колокола. Ничё страшного. Сказал, что с любым колоколом такое может быть, правильно? так мы все еще на запретной зоне я их вижу правда вон там надеюсь река не станет уже кораблю нужен океан а не тихая завод рифить марселя сядем здесь на мель не выберемся уходим спустить паруса отдать гроты смотри чтобы нас не заметили ставь паруса все убавь паруса аккуратней капитан куда уж аккуратней дружи убавить парус давай риф и гроты видимо нам придется идти в обход них ставь паруса паруса спустить да вот вроде бы вот здесь можно пройти привести к веку нельзя окей рифить марселя отдать гроты спустить паруса ну ставь паруса ставь паруса все они уходят значит оставлю галку тут я вернусь с лекарствами ясно но раз мы пообещали вернуться нашим людям с лекарствами значит нужно это сделать что дальше мы не прополнил усыпить крокодилов дротиками да вы прикалываетесь ну ладно улучшение эдварда нет стоп ремесла можно кобура 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 кобра поцелу как стоп дротики от берсерка дротик снотворная шкура черного ягуара и получится выполнить дополнительное задание да проклятые москиты из нас все соки повысосут а правду говорят о черной бороде из головы огонь вырывается как из вулкана если он и не сам дьявол так точно заключил с ним сделку хорошо его корабль на ягоде не пытается прорваться в сердце чертовы пираты и когда с ними разберутся и всех поймают рано или поздно всех до одного меня вроде бы скрывает туман хорошо это еще кто два крокодила пришли на ужин райдер старина жарковата нынче другой раз поговорим о погоде друг нет времени сняли бы блокаду доскую по морю это лужа понимаю все ради золота или хоть рома а им нужно лекарства справляться с заразой что формится на их кораблях сифилис до цинга что еще их корабли что тлитворные гробы сходите 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 Ты меня вообще не видел, чувак, понял? Уже здесь. Господи, съели, его съели, говорил я! Греби Бога ради, греби! Закатливый англичанин. Греби Бога ради, греби Бога ради, греби Бога ради. Греби Бога ради, греби Бога ради, греби Бога ради. Греби Бога ради, греби Бога ради, греби Бога ради. Греби Бога ради, греби Бога ради, греби Бога ради, греби Бога ради. Простите, сэм. Несчастный случай. Рядовой Саймон! Этот крокодил! Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори! Без перемен. Блокада продолжается. Но, вроде, пока что никого из заложников не убили. Может, пора? Сдаться? Мне доверили дела в этом городе. И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключи меня, никто не доберется до этих лекарств. А их всех пусть поразит Джамал. Чёртов идиот. Так, значит, да? Пираты! Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец! А ты попробуй. Ты попробуй доберись. Потому что я считаю, что у тебя это не очень-то получится. Что значит, в чём дело? Я пытаюсь тебя убить, друг. Я ещё ни на кого не нападал. Что значит, цель потеряна? Почему? За что? Как? Зачем? Всё, а я видел, где она. Физически не могу потерять цель. Ну попробуй. Капитана ещё никто не нападал. Капитана. Идиоты. Да зачем мне ворота, тут сбоку можно обжать. Ох ты ж мать. Ты умрёшь. Сейчас. Господи, спаси. Прогони дьявола. Чёрная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жёсткие. Но ему нужны только лекарства. И он их получит. Надо было соглашаться. О, а вот и призраки стали людьми. Сколько взял? Два ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время. Слышали, мистер Рекс? Мой друг привёз лекарства и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэч. Губернатор вот-вот соберёт войска. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как. Бросаешь нас и на Сау. Слушай, друг. Мой четвёртый десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтоб прожить пятый, тихо и спокойно, скорее пойду на дно к чёрту в гости, чем прохожу капитаном ещё год. Мы ещё встретимся, друг. На этом свете. Или на том... Субтитры подогнал «Симон»